Итак, всем привет дорогие друзья, с вами снова Одессан. Мы продолжаем играть в Ассасинский Лит-Юнити, продолжаем проходить эту игру и мы остановились где-то вот тут, понятно, да, нам сейчас нужно, нам сейчас нужно пробраться в какой-то дворец, я там видел что-то, что-то, да, куда-то нам, да, туда нужно, я уже не помню куда, так, вроде в Ноттердам де Париж или как он там называется. Я, ребята, еще немного убавил качество игры, потому что у нее такое хреновое, такая хреновая оптимизация, что вы себе просто не представляете, ребята, я столько критики нашел по поводу этой игры, то есть не очень хорошая, да, то есть я даже читал, что где-то цены на юбисофт, цены на акции юбисофт упали там где-то на пару процентов после выхода игры Ассасинский Лит-Юнити, то есть очень хреновая оптимизация, очень много лагов, очень много багов и вот этого всего, и, можно сказать, немного провальная игра, потому что очень много всяких зависаний и игра работает только 20 фпс. В игре только 20 фпс, такая игра, а она работает при 20 фпс, это просто бред, потому что на такую игру нужно как минимум фпс 60, чтобы она не лагала, чтобы она казалась кинематографичной, да, и чтобы было нормально. А если вот такая игра работает при 20 фпс, это не очень хорошо, то есть очень много всяких лагов, заметно и вот все такое, это очень хреново, ребята, но ладно, они уже ничего не сделают. А почему они нас замечают, когда мы просто бегаем, то есть что вы хотите, мы же никого не убиваем. Так, я вообще, да, правильно, бегу, вот видите, есть такие зависания, то есть стабильно 30 фпс, потом падает на 10, потом на 20, ну как бы не 30, фпс в этой игре так 25, приблизительно. Но то, что у нее очень много лагов в зависании, это не очень хорошо. Но ничего не поделать, какую игру они сделали, такая она и есть, то есть. Так, ладно, сбежим сюда. Возрождение. Начинаем. Куда нам сейчас нужно будет идти, я не в курсе. И ребята, говорю, я только эту игру прохожу для того, чтобы сократить время до выхода Far Cry 4, потому что это Far Cry, это... Миссия это Far Cry, перфекту мемекту. Это действительно, я очень Far Cry 4 жду, игра обещает быть классной, если, конечно, не будет такой же, как Assassin's Creed Unity. Если вы понимаете, о чем я. Но, я надеюсь, что она такой не будет. Я надеюсь, что Far Cry 4 действительно будет стоить того, что там даже захочется проходить дополнительные миссии, а не только сюжетную линию. Ну, я на это надеюсь. Нихрена себе красотища. Ну, это как бы в Париже, да, такое, Ноттердам и вот это все. И что мне делать с этим медальоном? Эм, а что нам делать реально? Куда сюда можно залезть? Вот, давайте сюда. Если сюда можно. Можно по стенам лазить. Ух, нет, спрыгни, спрыгни, не нужно. Арт. Арт. Портить этот же арт. Сюда. О. Сюда. Ну? Это мне напоминает немного... Это реально французский Эцио. И плюс тому, это мне действительно напоминает вторую Ассинку. Потому что там тоже церквяк во всяких храмах, во всяких... Эм, как это называется? Во всяких данжен, да, были вот такие, что... Эм, поднимаются, опускаются вот всякие такие вещи, куда нам нужно туда перепрыгнуть, сюда перепрыгнуть, туда перепрыгнуть, добраться на самую верхушку церкви, там забрать какой-то... Эм, какую-то часть чего-то, потом пойти в другую церкву, там какую-то часть чего-то забрать. И так вроде второй Ассинке собирались вот эти легендарные шмотки, да, то есть там какие-то... На броньку больше защита, больше того всего. Ну, а я тут. И нам туда нужно прыгать, ему все равно, что там на полу открылась большая дырка с тьмой, где ничего не видно. Он прыгает, вот, смотрите. Че, че ему? Он просто туда прыгает и все. Головой где-то там стукнется, а ему попьет. То есть, ладно. Он не знает, что там, он прыгает. Ну, понятно. Ребята, можно поспать, пока это часовая загрузка. О, быстренько. А, все, он уже живой, то есть даже не показывал, как он приземлился. Все, нормально. То есть, это же месье, ребята, это же француз. Они, у них даже волосы живые, я уже говорил. Долго ты шел, щенок. Сам ты щенок, я этот, мудаченый туз. Или кто это? Щенок. Светилище. Здесь мы можем тренироваться, не боясь, что нас найдут. Парийские катакомбы или нет? Мы же только что сбежали из Плааки. Это нервный центр. Как бы, парийские... Вот, туннели. У нас глаза повсюду. Парийские катакомбы. И что они видят в этой темноте? Разве не лучше, когда есть обзор? Это место служило нам верой и правдой шесть веков. Ага. И долго ты стоял в темноте и дожидался меня? Да не. И он видел тебя с колокольни. И опять я не могу выбрать вот это. Шутить надомом? Нет же, правда так драматично. Ну фиг его знает. Тоу, это суд какой-то. Смотрим, что это такое. Суд ассасинов. Итак, к нам вернулся сын Шарля Дориана. Белек думал, ты не придешь. Почему передумал? Я устал бежать от своих ошибок. Мсье Деласер. Отец. Я хочу все искупить. Смерть Деласера тяготит тебя. Так? Но разве удар нанес ты? Неважно. Виноват все равно я. У него обостренное чувство вины. Вы полностью уверены? Да, уверен. Несмотря ни на что, он силен духом. Далеко пойдет. Хорошо. Из мрака ты идешь к свету. От света ты спускаешься во мрак. Готов ли ты следовать путем Орла? Если имеется в виду, нужна ли мне помощь. Ладно, пьем. Че делать? Ооо, че это такое? Галлюцинации? Нужно проходить через свои страхи или как это называется? Потому что открылся какой-то... Что такое? Это случайно не Far Cry 3? Кто играл в Far Cry 3 поймет. То есть, он там... Он там всякие грибы выпивает, потом у него галлюцинации. Он проходит через галлюцинации, потом оказывается, что это реальность. Потом опять галлюцинации, потом опять что-то выпьет. Опять какие-то сны, галлюцинации и все такое. То есть, это с Far Cry 3 взято. Можно мне с тобой, отец? Ужайся со мной. Жди меня здесь. Я... Отец! Где я не вижу? Где я не вижу? Че за хрень? Мирон. Отец, я здесь! Придержись! А вот это мне уже какую-то другую. Это случайно не Limbo's Devil May Cry? То есть, на глазах мир так меняется. О! Берегайся! Нет! Assassin's Creed вместе с Far Cry 3 вместе с Devil May Cry 3. Мир на глазах прям так меняется. То есть, он переходит в Limbo, да? Я говорю, это Limbo. Смотрите, ребята. Ладно, бежим куда нам там нужно по этим, не знаю. Что? Очень, очень, очень. Очень, очень. Очень. Французский Данте, да? В Limbo. Какой-то вы странный месье! О, это че такое? Ассасины? Че мне делать? Уступите, извините, простите вы, отойдите. Че мне делать? Убить его нужно? Эм, ладно, давайте всех обойдем, чтобы сзади на него напасть. Извините, уступите. Извините, уступите. Вот он. Да, нужно его убить. Сам себя убил или че? Эти слова – завет наших предков. Ключ к пониманию нашего креда. Не обращай клинок против невинных. Прячься на виду. Никогда не подвергай риску братства. Никогда не забывай эти догмы. Следуй им, и тебе воздастся. Нарушай на свой риск. Встань, ассасин. Арно Дориан умер. Он отрезан от мира. Его грехи и ошибки обращены в опра. Он рожден заново. Посвященным братства ассасинов. Ладно, давайте, ребята, дальше. Вот стали ассасинами, да? Часть вторая, воспоминания второе, да? То есть первую часть мы уже прошли. Это уже вторая часть. Про Far Cry, да? А что за то мы уже сейчас ассасинами стали? Это уже, в принципе, нормально. То есть уже начинается главная сюжетная... Ну, как бы, сюжетная линия и так было, но это уже тогда, когда мы уже стали ассасинами. Сейчас нам нужно там будет мстить, убивать и все такое. Как ассасины, а не там мечом, как мы это делали. Ну, чё ты? Это загрузка, это просто... Это просто сдуречь можно. Вот такие перерывы, действительно, когда вот так миссии проходишь, оно грузится, а можно вздремнуть немного. Проснешься, как раз уже... Уже загрузится. О! О! С возвращением. Ну что, ты побыл в шкуре ассасина. Примешь бой, присоединишься к нам. Декан, загружай. Минуту. Файл мы получили из Абстерга месяц назад, и эти данные просто поразительные. А бы с кем таким не поделишься. Нажми play и вступишь в ряды от ассинов. Если хочешь остановить тамплиеров, если хочешь спасти человечество из лап Абстерга, нажми play, приготовься, и узнаешь всю правду. Так, ну что, идет загрузочка. Давайте посмотрим, куда нас сейчас тэпэхнут. Ну, тэпэхнут. Что ж, ситуация такова. Год назад в Абстерга попало тело человека, называемого мудрецом, с редкими генами и избытком древней ДНК. Начался поиск других мудрецов в настоящем и в прошлом. Чем больше их найдут, тем ближе Абстерга к своей цели. Мы помешали нескольким последним попыткам, но так просто Абстерга не остановится. Им нужно получить полный геном предтеч. Итак, почему Арно Дориан, ассасин времен французской революции? Похоже, в какой-то момент Арно встретился с мудрецом. Ты должен выяснить, где и когда именно. Если Арно видел смерть мудреца, это приведет Абстерга к его телу. А мы должны опередить их. Это твоя задача. Будет сложно. При работе с генетической памятью главное сохранить последовательность. Но мы верим, ты справишься. А еще ты не один. Другие посвященные ассасины, как и ты, вносят свою лепту в наше дело. Если нужна помощь или тренировки, обратись к ним. Так. Следующая часть. Задолбала уже базарить. Наконец-то. Мне интересно, как она с нами разговаривает. То есть, откуда она знает, кто мы, где мы. Как мы вообще видим ее сообщение в виде видео. То есть, как-то мы ее видим, но мы не находимся рядом с ней. Мы где-то находимся в компании Абстерга. Она находится где-то там и как-то нам передает видео. И все, вот мы уже стали ассасинами. Как ты находишься рядом с Орно, тем больше у нас данных для синхронизации. И проверки его способностей. Вот, посмотри сюда. В меню на аках теперь доступны способности ассасина. Глушающая атака. Но это, короче, понятно. Всякие. Ближний бой. Ого. То есть, тут можно вот это все изучать. Нет, это нам не нужно. Давайте дальний бой. Что такое мне интересно? Купить. Что это? О! Да. Оружие дальнего боя. Мы уже можем пистолетики носить. Способности станники, где вы можете помутать запас бомб. Нет, это нам не нужно. Незаметность. Давайте здоровье возьмем, что ли. Если еще можно изучить. Да, давайте изучимся. У нас одна штука осталась. Мы пока что еще не можем. Пока тебя не было, декан просмотрел воспоминания Арно. А он был весьма занятым парнем. Этот символ – знак совместных миссий. Я в команде работать привыкла. А насчет тебя не знаю. Но разнообразие не помешает. Эти задания Арно будет выполнять со своими собратьями. Постигай дух нашего ордена. Следуй за всплеском и все узнаешь. Я отметила на карте. Это что, покупать можно? Тяжелые пистолеты. Во, нам нужны пистолетики. А, не, у нас уже есть. Отлично. Тяжелые ружья. Одиночные ружья. Ооо. Это я хочу. Отлично. Это что такое? Это нам нафиг не нужно. Виллы всякие. Зачем нам виллы? Кирки тоже нам не хочу. Пистолеты, ружья. Давайте купим. Я не знаю, как их использовать, но... Так. Снаряжение. Ого. Мы цвет можем выбрать. Офигеть. Нет, давайте пускай будет синий. Это как бы так и должно быть. А вот капюшончик можно поменять. Я такой не хочу. Такой тоже. Это... А, тут даже характеристики дают. То есть, смотрите, у нас ничего нету. Стойкость на нуле. Незаметность на нуле. О, тут даже нифига себе дальность эрлинного зрения и все такое. Стойкость. Вот этот капюшончик офигенный. Этот тоже. Сто двадцать пять кусков стоит. Охренеть. Защита груди. У нас вот это. Ого. Нифига себе. Я не знаю, что покупать, ребята. То есть... Сразу на начале может ничего и не покупать. Фикезно. Защита пояс, ноги, костюмы. Мастер Ассасина. Альтаир. Белика. Шея. Эцио. Эдвард. Коннор. Томады. Томады. Арно. Ну ладно, пока что, ребята, ничего не будем покупать. Давайте вот так пойдем. Так. Нам бы еще разобраться, как стрелять, как все делать. Ну это понятно. Ну это понятно. Сейчас, ребята, я просто разбираюсь. А как нам пистолет взять? Сейчас, ребята, это еще нужно вот это разобраться. Снаряжение. Оружие. Пистолетик. Отдели, да? Да. Отлично. Я просто, ребята, разбираюсь. То есть, видите, я еще сам не в курсе, что да как. Что ты гонишь? Ну, я же нажимаю открыть сундук. Бред какой-то. Ладно, ребята, давайте дальше. А хотя, как дальше? Давайте на этом закончим эту серию. То есть, было посвящение, мы стали ассасином и все такое. Ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok